Девушки отдыхают Чисто гипотетически сможет Так Елисеева нет Давай быстрее Елисеев Лиза дождалась уже Здравствуйте и до свидания Тихо Ваня не прыгай Ты на месте сиди А мы можем быстрее ехать У нас экскурсия в 9 начинается Не больше 60 детьми Ваня сиди на месте Девушки отдыхают Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует... 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 А вы встретитесь со мной еще раз? Господи, меня так страшно. Отпустите меня, пожалуйста. Можем в парк прогуляться. Отпустите же. Ладно, ладно, я с вами пойду, только всегда. Спасибо. А вы всегда такой наглый? Нет. Так мы встретимся еще? Да, наверное. Ну, наконец-то. Пойдем уже. А где все? Ушли. У Светки токсикоз. А Юрка? Юрка? Юрка там. Ну, как ты? Получше стало? Федя? Что? Федя, я тут больше не могу. Давай пойдем домой тебя, Федя. Подожди. Я здесь не могу, в городе, на заводе. Вот у тебя спорт есть. А я что? Устал, Федя. Все хорошо. Ну, давай, вставай. Псан. Псан. Опять? Мам. Да не волнуйся, Галина Сергеевна. Сыночек, что ж ты опять? Мам. Да ему поспать просто надо сейчас. Ему же нельзя, Феденька. Да я знаю, Галина Сергеевна, но как удержать-то его? Отца на него нет. Скажите ему, чтобы на работу завтра не уходил. Я из него выйду, по старой памяти. Спасибо тебе, Феденька. Может, чайку попьешь? Да нет, спасибо, Галина Сергеевна. Пойду, и время уже позднее. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Зачем выключил, я смотрю? Ночью уже. Сам знаешь, что ночь. Ты где был? Соревнования же сегодня были. Ночью? Нет, не ночью. Соревнования. Началось. Я завтра Юрку иду применять на литейку. Смотри, не проспи, сменщик нашелся. Не просплю. Ну что, по пиву? Не, мы со сверху договорились съездить. Опять бургеры жрать. Ну что сразу бургеры-то, а? Федь, ты как? Не, у меня же скоро сбора. Тренироваться надо. Ты в литейке сегодня что, не натренировался? Это другое. О! Здорово. Здравствуйте, Верси Павлович. Как колено? Да ничего. Нормально все, рабочее. Да? Ну присядь. Поговорить надо минут пять. Так, ну что, значит, через пять дней каникулы твои заканчиваются. Поедешь готовиться к чемпионату мира. Будет трудно. Три сбора. И надо форму не растерять, а наоборот. Килограмм пятнадцать-двадцать накатить. Иначе тебе не хватит. Соперники сильные. Отработаем. Главное, чтобы удача была с нами. Вместе же едем. Нет. Меня на сборы не вызвали. Я не еду. Да потом зал. Вон, ребятишки. На кого я их оставлю? Будем по скайпу общаться. Каждый вечер. Уходим на связь, анализируем, обсуждаем. На тренировках не зарубайся. Потому что, знаешь, это силу набрать годы нужны. А сломаться можно за один миг. Ну что в самом деле? В общем, там главный тренер будет Иванов. Он мужик толковый. Мы с ним еще когда-то в Подольске тренировались. Он тебя за кем-нибудь из тренеров закрепит. Тоже подмога. Ладно. Давай, хватит расслабляться. Начинаем работать. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы записаны? Я к Вере. Вера! Тебя спрашивают. Привет. Привет. Вот подстричь срешел. Там штангу легче поднимать было. Вера! Здрасте. Здрасте. Проходите в мужской зал. Лети. Дуры. Как стричь будем? Да только подровнять. Хорошо. Хорошо. Дурак. Да и все. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. С вас двести рублей. Все, да? Да, все. Спасибо. До свидания. До свидания. Приходите еще. Всего хорошего. Вера, я хочу, чтобы вы стали моей женой. Хорошая шутка. Это не шутка. Вы берите, берите варенье. Не стесняйтесь. Да, спасибо. Ну и давно вы с Верой знакомы? Да нет, не очень. Вер, ты? Я, мам. Голодная, как волк. А у нас тут гости. Ты сумасшедший? Нет. Я скорее штангист. Я вижу. Тебе что, штангу на голову уронили? Вера. А. Вы заодно, да? Что значит заодно? Мам, Федор хочет на мне жениться. Как жениться? Я люблю вашу дочь. Вера. Завтра в два часа я жду тебя у ЗАГСа. Какой ЗАГС? Да я же говорю, он контуженный. Вера! Мама! Да нет, ничего, я не обижаюсь. Вера, скажи что-нибудь, а? Ну почему ты молчишь? А что мне сказать? Ну ладно. Я пойду. Вам тут, наверное, поговорить надо. Завтра, как я и сказал, в два часа у ЗАГСа. Пойду я. Провожать не надо. Спасибо. О, ты чего не заходишь-то? Чуть позже, Борис Михайлович. После завтра же самолёт в 8 утра. Ну да. А я кое-что сделать забыл. Я быстро. Ну, мы с тобой всё проговорили, сегодня можешь отдохнуть. Вот, кстати. Держи, здесь программа твоих тренировок на всё время сбора. Держи, здесь программа твоих тренировок на всё время сбора. Что ты ищешь? Ничего. Что ищешь, спрашиваю? Да, пап, кольцо моё именно ищу. Вот это. Зачем тебе? Девушке хочу подарить. Какой девушке? У тебя же нет девушки. Теперь есть. Ну, я рад, что ты взялся за ум. Наконец-то займёшься личной жизнью, а не этими своими штангами. Да, пап, я штангами занимаюсь для того, чтобы достичь в жизни чего-нибудь. А потом уже жениться. Это не занятие для жизни, Фёдор. Пять-шесть лет и всё. Ты за бортом. Дальше что? Кем ты будешь? Грыжи, выбитые суставы, поломанный позвоночник? Да если грамотно заниматься, то никаких травм не будет. Тот-то ты лежал целый месяц в больнице со своим коленом. Да это случайность была. Да весь твой спорт состоит из случайностей. Эти твои так называемые тренеры и спортивные чиновники. Ты им не нужен. Им нужны твои победы любой ценой и деньги, которые можно на тебе заработать. Да это мне нужно. Ты пушечное мясо для них. Пойми ты. Если тебя не будет, они даже не заметят. А вот если с тобой что-нибудь, я этого не переживу. Пап, да ничего со мной не случится. Вот и поступай, как взрослый. Оставь ты свою штангу. Вернись на завод и живи нормальной жизнью. Понятно. Спокойной ночи. Стой. Держи. Спасибо. И что, он прям домой пришел? Ну да. Захожу к себе домой. А он с моей мамой на кухне воркует. А ты что? Ну что, я говорю, ты псих. А он? А он говорит, я буду ждать тебя завтра у ЗАГСа. В смысле? Ну в смысле. В два часа. То есть ты хочешь сказать, что сейчас этот богатырь стоит там у ЗАГСа и ждет тебя, а ты тут чай пьешь? Ну да. Не боимся. Ну вообще-то он ничего. Поэтому ты сейчас здесь, а не в ЗАГСе. Деодора, да? Беги сейчас. Да куда? Куда? К мужу своему будущему. Да он ушел уже, наверное. Она права, надо бежать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Что, пап? Ты ее сколько знаешь? Десять дней. Сколько? Десять дней. А, ты ее знаешь десять дней и сделал ей предложение. Ну да. Молодец. А она что? А что она? Она что тебе ответила? Ничего не ответил. Я ей сказал, завтра жду тебя у ЗАГСа в два часа. И это все? А что еще? Она не понравилась. Я ей сказал, выходи за меня. Я твою мать год обхаживал. Это же какое дело, а? А теперь десять дней понравилось. Это что, так принято сегодня, да? Понравилось и в ЗАГС? Нужно еще что-то. Надо быть уверенным, что вы будете поддерживать друг друга всю жизнь. А иначе первая трудность и что? Давай разведемся? Так же, через десять дней. А, да. А ты сказал ей, что завтра на три месяца на сборы уезжаешь? Сказал, отвечай. Нет. Хорош муж. Женился и улетел. Как к Асну. Правильно, сделал, что не пришла. Молодец. Я бы тоже к тебе не пришел. Ха. Захотел, женился. Захотел, развелся. Взял, завод, бросил. Решил чемпионом мира стать. Да с чего ты взял, что ты им станешь? Там таких, как ты. Вот инвалидом ты станешь точно. Старший тренер сборы на России так не считает. Он видит во мне чемпиона. Это тебе тренер сказал? Тебе тренер важнее отца? А тебе твой завод важнее сына и всего на свете. Даже к маме в больницу опоздал. Не смей судить. То, чего не знаешь. Я знаю, я был там. Она звала тебя. Я ничего не знал. Авария в цеху была. Я главный инженер завода. Я людей спасал. Раненых людей. Маму спасти не мог. Я не Господь Бог. Не надо быть Богом, чтобы прийти к любимому человеку. Значит, не любил. Вон из моего дома. Субтитры сделал DimaTorzok Секретные планы? Рецепт силы? Нет, обычные планы. Дай это самоказание. Да. Ничего секретного. Сборные планы пишет тренер, за которым ты закреплен. А по деревянским рецептам ты у себя мухосранский. Тренера у вас самовыше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Веди себя нормально и не психуй. Все под контролем. Главный закрепил его за мной. Это все равно первый номер, но запасной. Мы дебютантов на чемпионаты мира не выставляем. На тренерском совете я докажу, чтобы Сергеева сначала проверили на Кубке Президента. Так что до чемпионата я его сломаю. Все, два тренировка секунды. Петь, уже заселился? Нет, после тренировки пойду. Давай ко мне, у меня кровать свободна. Спасибо, покажешь мне. Не вопрос, после тренировки. Ну все, договорились. Твоя кровать? Вещи в шкаф клади, там места полно. Там душ, туалет. Остальное потом покажу. Ты в душ идешь? Иди, я потом. Федь. Ты с Вороновыми поаккуратней. Сильно на рожон не лезь. Они еще те ребята. Пусть смотрят, как поднимают. А план мне Борис Михайлович составил. Не думаю, что это прокатит. Посмотрим. Посмотрим. Вчера в Чехове известный тяжелоатлет Федор Сергеев спас жизни 15 детей. Их педагога и водителя. Школьный автобус попал в аварию на мосту в пригороде Чехова. К счастью, свидетелем аварии стал Федор Сергеев, член сборной России по тяжелой атлетике. Он сумел удержать падающую махину, дать возможность покинуть салон маленьким пассажирам. Никто из детей не пострадал. Сам Сергеев упал вместе с автобусом в реку, получив серьезные травмы. В настоящее время Федор находится в городской больнице. Вот такие пироги, коллеги. Я об этом знал еще вчера. Состояние Федора пока не ясное. Травма головы закрытая. Видимо, сотрясение. Дай бог, чтобы не хуже. Что-то там с мышцами спины. Да. Если что-то серьезное, надо корректировать состав сборной. Это чемпионат, а три месяца. Не торопитесь. Надо ждать информацию от врача. Донцов в больнице с Федором. Так тогда чего гадать? Давайте проясним картину. Семен Андреевич, приветствую. Мы тут с тренерами сборной совещаний проводим, а Федора читаем. Расскажи, как он там. Здравствуйте, Владимир Иванович. Сделали КТ позвоночника и головного мозга. С мозгами вроде сотрясения, предполагаю, без последствий. А вот диск между четвертым и пятым поясничным выпал. Компрессионный перелом. Врачи хорошего не прогнозируют. Федя не паникует, будем лечиться. Установимся. Я в него верю. Да, дела. Жаль. Семен Андреевич, мы надеемся на вас с Федором. Ждем его возвращения в строй. Я готов оказать любую помощь. Так что подъезжайте, обзвоним московских эскулапов. Семен Андреевич, Федору привет. Мы, ребята, с вами. Спасибо, передам. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, что там с Сергеевым? Не переживай. Больше он тебе не конкурент. Сам поломался. Больше ничего делать не пришлось. Все, давай, заканчивай. Девушка, вам кого? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Федор Сергеев здесь тренировался? Здесь. Но он сейчас в больнице. А вы не могли бы мне подсказать адрес больницы? Зачем он вам? У нас такие богатыри. А лучше Сергеева. Мне правда очень надо. Девушка, езжайте домой. Вряд ли вам теперь инвалид будет интересен. Девушка, он здесь недалеко, в районной больнице. Давайте я вам напишу, когда ехать. Там ваш отец постоянно звонит. Хотите, я ему дам свой номер телефона, чтобы вы с ним поговорили? Не надо пока никому ничего давать. Не ясно же еще ничего. Как хотите. А у вас детское отделение есть? Да, есть в соседнем корпусе. А игровая комната там есть? Да, есть. Как бы нам все эти игрушки туда передать? Ой, вы что? Вы же у нас герой. Я не могу эти игрушки забрать. Давайте вы лучше сами, когда поправитесь, вы их передадите. Хорошо? Федя у нас скромный герой. Он не привык к такому вниманию. А что же вы девушку не пустили? Она же говорит, невеста. Хотя у вас теперь, наверное, от невест отбоя не будет. Федя, а что правда девушку не пустил? Она же расплакалась. Ты же с ней тогда в баре познакомился. Да куда там, Серега? Со мной вообще неизвестно, что дальше будет. Может, я инвалидом останусь. Пускай лучше сейчас поплачет, да успокоится. А то будет потом всю жизнь мучиться со мной. А Бася-то мне правильно говорил. Какой за меня муж? Отец твой сейчас приехать не сможет. У них там аврал на заводе и конец квартала. Сказал, скоро будет. Да у него всю жизнь аврал. Тебе ходить-то разрешают уже? Да вчера первый раз на костылях. По нужде разрешили. Ноги трясутся, руки трясутся, голова кружится. Ну что, Федь, с главным я поговорил. Надо нам в Москву перебираться. Там в ЦИТО к профессорам за окончательным приговором пойдем. Лучше, чем они в спортсменах, никто не понимает. Помогут? Верить надо, Федь. И бороться. Шансы для человека, как я всегда говорю, минимальные. Но вы ведь спортсмен народ особенный. Воля, мышечный корсет и многое другое. Одним словом, всякие бывают случаи. Придется тебе, Федор, интенсивно полечиться. Стать полноценным человеком после такой травмы. Уже достижения. Медикаменты, физиотерапия, все для тебя. Но главное, это специальное упражнение упорства. Тут все от тебя зависит, понимаешь? Конечно. Сергей Ильич, а сколько времени потребуется на восстановление? Давайте не будем загадывать. Да. Семенович, нам, к сожалению, пора. Ты, Федор, лечись. А мы за тебя кулаки будем держать. Нам на коллеги в Министерство пора. До встречи. Сейчас мы, Федор, тебя в отделение положим, а завтра начинаем. Конечно, Павел Сергеевич. Новости тяжелой атлетики. Опытный Александр Воронов сумел зафиксировать 254 килограмма в решающей третьей попытке, завоевав для нашей сборной серебряную награду в толчке и золото в сумме двоеборья. Мы сохраняем второе место в неофициальном командном зачете. На КТ. Задача выполнена. Россия получает максимальный уход. Шесть участников соревнований, мужчин, четыре у женщин на предстоящих играх принят. Состав может поменяться, но Воронов явный литр супертяжелой весовой категории. Думаю, его участие уже неоспоримо. Ну как наш тяжеловес, Анатолий Николаевич? Пока все идет по плану. Еще шесть криопроцедур, затем массаж. Ну а сейчас посмотрим, что КТ покажет. Боюсь сглазить, но пока мы с Федором довольны. Да, Федор? Ноги теперь чувствуются, а вот спина побаливает иногда. Но терпимо. Ну что ж будем надеяться, все теперь от него зависит. Восстановление процесс долгий, мышцы закачать, двигательные функции возобновить. Пока путь на костылях походит, надо поберечься. Весовой категории 105 килограммов. Геннадий Кузнецов, Алан Седаев, Андрей Дурманов. Весовой категории свыше 105 килограммов. Александр Воронов, Чингис Машков. А Сергеев разве не в списках? Уже чемпион страны этого года. Надир Магомедович, у Федора травма несовместимая с продолжением карьеры. Жаль, конечно, парня. Молодой, перспективный, 24 года. Ну, компрессионный перелом позвоночника. Не шутка? Нет, мы пытались составить Сергеева в составе сборной. Но вот нас потребовали гарантии его готовности к миру следующего года. А какие гарантии рисун на костылях до сменничного времени? Одним словом, если через 2-3 года восстановится, будем только рады. Не по-нашенски это. Парня в трудный момент зарплату снимать. Но, к сожалению, другого нам не дано. Но мы для Федора Семена Викторовича сделали все возможное. Но понимание у руководства не нашли. Кочерга отцом стал. Девчонка 3200. Смотри. Серег, может я поживу у тебя первое время? Да сколько угодно. Только никто не должен знать, что я в городе. Че, ты че? Тебя там знаешь, как все ждут? Ты ж герой. У меня племянница в школе про тебя сочинение написала. И Юрка задолбал про тебя спрашивать. Не хочу никого видеть. И никто не должен видеть меня. Обещаешь? Да нет, дело твое. Обещаю. Отец-то приезжал? Приезжал. Ну, и как вы? Помирились? Ну что, Федор, все оказалось гораздо сложнее, чем мы думали. Понимаю. Выписка твоя. Я там подробно все написал для ваших врачей, если что. Ну, и отдельные рекомендации для тебя. Теперь все. От тебя зависит. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Алло, скорая? Жалобы есть какие-нибудь? Спина не беспокоит? Готовьте на выписку. И к другим новостям. Тренер сборной России Семен Иванов объявил имена тяжелоатлетов, которые будут представлять нашу сборную на чемпионате Европы. Супертяжелая весовая категория именитому спортсмену Алисану Горонову должен одному отстаивать честь стран. Выключи, я сказал. Все, 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 что ты? Федор Сергеев, здравствуйте. Меня зовут Юля. Я сейчас снимаю фильм о чемпионах нашего края. Я больше не чемпион. Ну, нам-то с вами известно, что бывших чемпионов не бывает. Я могу вам задать несколько вопросов? Мне это не интересно. Речь пойдет исключительно о тяжелой атлетике. Ваша личная жизнь останется при вас. Я Федор Сергеев. Неудачник. Инвалид. И просто конченый человек. Дайте прийти. И, наконец, один из самых перспективных спортсменов сборной России после своего подвига стал никому не нужным калекой. По утверждениям желтой прессы, Сергеев не смог достойно уйти из спорта. Начал пить, ввязываться в драки, и никто не знает, где он живет. Друзья экс-чемпиона от комментариев отказались. Похоже, даже собственный отец больше не хочет видеть сына. Он от меня прячется, я его давно не видел. А вам неинтересно, что с ним происходит? Без комментариев. Нам удалось поговорить с самим Сергеевым лично. Я Федор Сергеев. Неудачник. Инвалид. И просто конченый человек. С этим согласятся не все. Спасенный мальчик Ваня так не считает. Не проходит и дня, чтобы он не нарисовал Сергеева, совершающего очередной подвиг. Ваня все-все узнал о Федоре. И очень интересуется тяжелой атлетикой. Он верит, что Федор Сергеев скоро поправится и снова будет радовать нас своими результатами. Я очень благодарна ему за то, что он спас моего Ванечку. Спасибо вам, Федор. Кроме тебя так никто не сможет. Этот рисунок для тебя. Мы передали этот рисунок друзьям Федора. Кто знает, может быть, это поможет ему увидеть мир по-другому. КОНЕЦ ФЕЛЬМАНИЯ 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 Извини, Федь, я знаю, что я обещал Но я просто не могу больше смотреть, как ты себя тут говоришь Здравствуй, Федор, рад тебя видеть Я присяду? Конечно, Борис Михайлович Про Дихуля Валентин Иванович слышал? Слышал, конечно Воздушный гимнаст, травма, компрессионный перелом, паралич Шансов вообще не было Восстановился Разработал свою гимнастику, тренажеры Сейчас работает в цирке силовым гимнастом Две тонны поднимает Главное, что помогает другим людям восстанавливаться Я знаю, но поехать не смогу Да не надо никуда ехать Я уж съездил Снимки все отвез, и диагноз Разработали Специально Под тебя тренажер Все чертежи, все Все привез Да, мы с Юрцом, с Кочергой после работы будем его делать Ты тоже подходи, поможешь У меня вот комнатушка есть Наверху Туда никто не ходит Если там прибраться, там его и Аккурат поставим Так что Все от тебя зависит Спасибо вам Спасибо, ты мне скажешь, когда на помост выйдешь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что Выглядит прекрасно Главное, что пользу приносила А как выглядит, не важно Ну что, Федь Попробуешь? Попробую Когда вы уйдете Все, уходим, уходим Если что, мы парь Субтитры сделал DimaTorzok Ну, с Богом Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет Ты какими метрам-то? Попутным Ну, сейчас переоденусь, пойдем Давай, конечно Когда узнал? Давно на самом деле ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не думаю, что все так серьезно Что врачи говорят? Да что они скажут? Тебе вот много сказали Если бы ты за себя не взялся Что б тогда? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, у меня получилось И у тебя получится Федя, это разные вещи Это рак Я здесь бессилен Ну, сдавайся Все эти истории про то, что Кто-то вдруг выздоровел Я не верю Я умираю, Федя Здесь уже ничего не поделаешь Я выберу золото И мы отвезем тебя к лучшим врачам Ты только потерпи немного Я всегда верил в тебя Всегда верил, что ты станешь Чемпионом мира Ты только к мамке заглядывай Моей иногда Она тебя любит очень Ну что, это было неплохо Спина, руки, плечи Уже что-то просматривается Спасибо Пора показать людям Чего ты добился Что это значит? Ты в чемпионате мира Собираешься участвовать? Ну, это так Мечта Мечта Одна попытка у тебя была уже Может, повторим? Сейчас на Кубок города Потом Россия У вас есть сильные спортсмены У которых нет травм? Есть Но я вижу перед собой победителя ЗВОНОК В ДВЕРЬ А телефон на тренировке Надо выключать ЗВОНОК В ДВЕРЬ Извините Да, слушаю Понял Скоро буду Спасибо, что пришел Я как раз о тебе думал Что думал? Думал, как вы тут Без меня будете Да мы с тобой водим Ты поправишься Я не поправлюсь Конечно, поправишься Давай так Я скоро участвую В чемпионате России Поздравляю Да подожди ты Я заказываю в рывке 213 килограмм Это будет новый рекорд России Если я беру этот вес То я выздоравливаю Да Но это будет наш секрет Что там, Ворону? 200 взял Может, перезакажем? Я думаю, не будем дергаться Следуем выбранной тактике Тем более, что Это и так На пределе того, что ты сейчас можешь Не знаю На помост приглашается Федор Сергеев Вес на штанге 201 килограмм Субтитры создавал DimaTorzok Держать Держать Вес взят На подост приглашается Александр Ворон Есть запас Вес на штанге 206 килограмм Вес на штанге Вес на штанге Молодец, Воронов Сергееву Идем же Сейчас будет Посмотрим, дорогие зрители Какой вес Закажет Сергеев На штанге 207 килограммов Кажется, нам предстоит Увидеть серьезный поединок Напомню Что Воронов Весит на 5 килограммов Меньше Сергеева В случае равного Результата У Воронова Будет преимущество Поэтому Сергеев Идет на килограмм Больше Чем поднял Воронов Во втором подходе Есть Вес взят Чистый подход Удивляет нас Сегодня Такой молодец Все-таки Удивляет Кажется, это серьезная Заявка на будущее Участие Сергеева На чемпионате мира Ведь совсем недавно Он ходил Всего лишь В соискателях Он вообще Был на костылях Вот что значит Воля к победе Что значит Да, наш Веська Великий спортсмен Давайте посмотрим Что будет делать Воронов А Воронов Тем временем Заказал 210 килограммов Вот это поворот Вот так интрига Если берет Воронов Этот вес То он Загоняет Сергеева На большие веса А это уже Очень серьезно Напомню Что рекорд России 212 килограммов Это невероятно Дорогие телезрители Сергеев со своим тренером Борисом Дубовым Заказывают 213 килограммов Да, Сергеев идет На рекорд России После такой травмы Рискованно Крайне рискованно Ну, вероятно Он хочет, конечно же Сделать себе Большой задел Для суммы двух упражнений Воронов уже Использовал все подходы Давай Держи, 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 держи Мест взят Федор Сергеев Устанавливает Новый рекорд России В рывке Молодцы Спасибо Поздравляю, Федор Поздравляю Я верил, что ты это сможешь Пора возвращаться В сборную Буду настаивать В федерации Спасибо Смолен Так что жду на сборе Вызов пришлю Мама Он сделал это Да, сынок Ты представляешь Он сказал и сделал Даже не знаю Как мне теперь долг Ему отдавать Какой долг, сынок? Чайник вскипел Тогда никто не мог ожидать Что Юрий Бласов Проиграет Жаботинского Хотя сам Юрий Был в прекрасной форме Что Юрий Бласов Что Юрий Бласов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте Привет, Даша Привет Так рад за тебя Поздравляю Спасибо Сейчас я Веру позову Сейчас я приду Я не выйду Я уже сказала Что ты тут Придумай что-нибудь Что я тебе придумал Не знаю Зачем ты пришел Я хочу на тебя жениться Ты уже женился один раз Я ждал тебя в ЗАГС Ты не пришла Вообще-то Вообще-то я пришла А тебя там уже не было Вера, я люблю тебя Выходи за мной Выходи за мной Соглашайся уже, дура Субтитры создавал DimaTorzok Поздравляю Поздравляю, сын Спасибо Поздравляю 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 До чемпионата месяц. Нагрузки будем увеличивать. Давай еще четыре подхода. Отдыхать будешь после. Сейчас некогда. Э, а что у нас с лицом? Что за кислое выражение? Зритель должен думать, что победа тебе ничего не стоит. Как бы сложно она тебе не далась. Федя, что спина? Ерунда. Это не ерунда. Ты давай пока посиди, я это сейчас заберу. Да, я за доктора сбегу. Ну что, блокаду мы вам сделали, но надо пару дней понаблюдаться. Завтра сделаем КТ. А пока полежите. И без необходимости вставать не рекомендую. У меня уже лучше. Я понимаю, что вам не хочется снова здесь лежать. Но придется. Опять спина? Его же Воронов тренирует. Да. Я считаю, что Воронов его перегружает умышленно. Вы уверены? А я вообще-то кое-что подобное давно за ним замечаю. Только доказать это невозможно. Понятно. Ладно. Я выезжаю, скоро буду. Алло, Вера? Это Борис Михайлович. Тут такое дело. Да вроде это палатка. Заходи. Привет. Привет. Здорово. Здорово, чемпион. Здрасте, Борис Михайлович. А вы чего здесь? Вас наконец-то вызвали? Ну, пока не официально. Но, тем не менее, я тут. Вот. Привет. Привет. А ты чего сорвалась? Ничего страшного не случилось. Ну, как чего? Он Амазу же не пускает. Я все уладила. Я нашла объявление в интернете и созвонилась. Буду снимать квартиру рядом с вашей базой в Чехове. В общем, вы тут поваркуйте, пока я с доктором переговорю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, Федь, форма у тебя отличная. Я думаю, хорош. Переодевайся и к жене. Еще поработаем. Локти. Где твои локти? Чего ты прихватываешь? А спина? Спину держи. Плюхаешься под штангу. Техника где твоя? А? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ...по тяжелой атлетике, который проходит в Соединенных Штатах Америки в легендарном Бостоне. Мы попросили ответить на наши вопросы президента Федерации тяжелой атлетики Владимира Сысоева. Владимир Иванович, здравствуйте. Недавно в прессе проскочила информация о том, что, возможно, Сергеев не будет участвовать в борьбе за мировое первенство из-за травмы. Но, как мы видим, это не подтвердилось. Да. До последнего дня мы решали. Советовались с врачами. Но все же решили, что Сергеев готов выступать. В супертяжелом весе сразу два спортсмена сегодня представят нашу сборную. Как вы оцениваете шансы на успех каждого из них? Ну, Александр Воронов в прекрасной физической форме. Он абсолютный победитель чемпионата Европы. То есть вы считаете, что шансов на победу Воронов больше, чем у Сергеев? Ну, что касается... На. Федора Сергеева. А ты чего домой не идешь? Ну, решил с миром доделать. Ага. Чемпионат мира не смотришь? Федька сегодня выступает. У него же нет телевизора. Ага. Ну-ка, пойдем. Комментировать из нашей студии сегодняшнее заключительное состязание тяжелого... Собирайтесь. Ага. Куда? Будут коллега Роман Агучев и я, Михаил Решков. Куда? Куда? Куда надо? Спасибо, Анатолий Михаил. Добрый вечер всем. Пошли. Сегодня завершается выступление тяжелоатлетов, как мы уже сказали. Мне кажется, что и нас, и зрителей, конечно же, ждет серьезная борьба. Напомню, наши тяжелоатлеты завоевали уже одну золотую полутяжелой весовой категории и две серебряные награды при зрении в серебряных весах. Но сейчас все наше внимание сосредоточено на супертяжелой весовой категории свыше 105 килограмм. Итак, первым к снаряду подходит... Иранец начал с 235, Воронов уже перезаказал 236. Давайте 238. Как и 50 лет назад, два наших богатыря, Александр Воронов и Федор Сергеев... Он победит, правда? Конечно, победит сын. Ну, он там, мне кажется, не задерживается, поскольку в борьбу вступают два российских спортсмена и иранский атлет Салман Намбир. Возможно, сегодня... Ого! Ты же сам дверь открываешь? И не только. Давайте быстрее. Рывок уже пропустили. Как там, Федька? Федька, ну, после рывка он третий, сейчас толчок. Давайте, давайте. Ди-ди-ди-ди. СССР. Мы видим на табло, после состязаний в рывке, следующую картину победил иранский спортсмен Салман... Здрасте. Здрасте. Чайник уже закипает, сейчас принесу. Александр Воронов второй, с результатом 210, а третьим вместе Федор Сергей. Он уступает Ворону всего один килограмм. Да пусть только попробует не победить. Собственный вес атлетов, соответственно, Намбью 163 килограмма, Сергеев 139 и Воронов 133. Федор Сергей. Федор Сергей. А пока Сергееву покоряется вес 238 килограммов Посмотрим, что предпримет Воронов и нам Дью в ответ Мне кажется, сейчас главное не загнать друг друга на огромные веса Для второго подхода Александр Воронов заказал сразу 247 килограммов Тем самым он вынуждает иранца и Сергеева пойти на большие килограммы Поскольку опережает Федора в рывке на 1 килограмм И он легче всех Воронов проигрывает иранскому спортсмену в рывке 1 килограмм Сейчас после первых попыток в толчке лидер Сергеев суммой 447 килограммов У Воронова и нам Дью по 446 С защитой на помост приглашается Салман на 1 килограмм 247 фантастических килограммов Салман поднимал на тренировках 260 Невероятно, на чемпионате Азии победил с результатом 255 Ну а сейчас посмотрим Салман легко поднял штангу на грудь и... Ох! Бросил на помост Что же произошло? Спортсмен, сильно прикрамывая, покидает помост Похоже, травма В борьбе остаются только наши спортсмены Мы, кстати, знаем, что у Сергеева была очень серьезная травма позвоночника Слишком высок риск сейчас повредить себе позвоночник Даже не хочется гадать, что может случиться, если это произойдет Сергеев для второго подкода заказал 249 килограммов А в случае успеха он наберет в сумме 458 Вот это, друзья, и есть настоящая мировая схватка Давайте молча посмотрим, как будет справляться с этим весом Федор Субтитры создавал DimaTorzok Как вы и предполагали Воронов заказывает 260 килограммов В случае удачной попытки в сумме будет 470 Это будет новый мировой рекорд Ничего, ничего У тебя еще есть подход Боже мой, вот это поворот Вот так интрига Михаил, смотри Что у нас получается? Как мы уже сказали, по сумме двух упражнений Воронов сейчас опережает Сергеева Мама моя На 10 килограммов Александр Воронов, Россия Мирового рекорда Да, но если сейчас Воронов возьмет 260, то тогда Сергеев должен поднимать уже 262 Какой-то космос Воронов в рывке имеет результат 210 килограммов И он легче Сергеева И, на мой взгляд, у Сергеева в случае успешного подхода Воронова нет шансов Это у тебя нет шансов Итак, на помост выходит Александр Воронов И, на мой взгляд, у тебя нет шансов Вот это да! Вот так богатырь Александр Воронов Есть новый мировой рекорд в сумме Зал неистовствует 470 Это же фантастика Ну что же, теперь последняя попытка у Сергеева Если честно, я бы на месте тренера Уж не знаю кто как Просто не позволил бы Федору делать третью попытку Для победы ему нужно 262 Я не верю, что произношу эти цифры И, тем не менее, я смотрю на табло И вижу, что Сергеев заказал 262 килограмма Я даже не знаю Нам остается только молча наблюдать Как разрешится сегодняшняя интрига Обратите внимание, уважаемые телезрители Что это за красавица на наших экранах? Это жена Федора Сергеева Да, ей сейчас тоже непросто Посмотрите, как она волнуется Я даже не представляю, что у нее сейчас творится в душе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok